Наш город объявили красной зоной, повторная волна вируса. На работе похоже, что хуже сейчас ситуация, чем была в начале. У сына на работе уже двое заболевших, поэтому я тоже в группе риска, потому что у меня два шофера, которые общаются вообще везде с людьми. И сын, и муж приходят. В общем, не знаю, чем закончится в этот раз. По поводу имбиря. Не только россияне сходят с ума, здесь и норвежцы точно так же. Вот даже вот такие вот, не знаю, как это даже назвать, флакончики. По-моему, здесь имбирь и как-то эпля. Яблоко и яблоко, такой вот душераздирающий. Приходит, принимает всегда. Можешь продумать этот панацея от вируса. Но куда деваться. А я вот пивком балуюсь, чтобы не привязался никакой вирус. Вот так вот. Всем привет. Сегодня получила буквально вчера поставленное видео. Смешанные семьи в Норвеге, потенциальные предатели. Где я писала о контроле, цензуре норвежской. Вот, Усик, Усика, Усикович. Добрый день, спасибо за ролик. Расскажите нам про маски-шоу, если, конечно, цензура позволяет. Введен ли у вас спецрежим и борются ли люди за законное право завариваться и получать услуги без масок? В России безумие какое-то происходит. СМИ все врут. Запугивают всех штрафами. Я надеюсь все-таки, что у вас все хорошо. И вам не требуется помощь для того, чтобы принести продукты питания вам на дом. Насколько я знаю, это в России делается. Или же, ну, я не знаю, может, денег у вас нет на маске. Тоже как бы вы мне напишите, если что, в личку с данными. И если уж что, ну, я как-нибудь постараюсь вам помочь, потому что у меня был опыт помощи россиянам. Поэтому, если что, вы мне напишите. Ну, а если вы с иронией мне написали, давайте мы и посмотрим, как к этому относятся в Норвегии норвежцы. Идем мы на сайт Сейганно. Такой оппозиционный сайт. То есть это не телевидение, это не газеты, которые пишут правду и только правду. Может быть, все как должно быть, во всяком случае. Здесь вот мы смотрим такой вот статью. Данное видео у меня вообще просто будет строиться на том, что я просто буду переводить вот эти вот абзацы. Потому что, ну, естественно, вы на словах просто, ну, не поверите мне, скорее всего. Поэтому давайте разберемся в этом вопросе. Меры, которые были приняты премьер-министром, вызвали такую вот реакцию у народа, что это просто назвали государственным переворотом. И, да, статья у нас 15 октября, 20-й год, то есть сегодня. Мы неоднократно спрашивали, кто весной сообщил правительство о закрытии Норвегии. Ну, что ввели карантин, вообще закрыли Норвегию. Мы этого не получили ответа, короче. Были введены самые жесткие ограничения наших демократических прав, но мы не получили понимания процесса, который привел к этим чрезвычайно далеко идущим решениям. Это означает, был нарушен параграф сотый. Приводится параграф сотый закона. Каждый может собраться на мирные собрания и демонстрации. Впервые в мирное время были запрещены первомайские демонстрации. Их не запретят и в следующем году, если Сульберг получит то, что хотят. Сульберг, Эрна Сульберг, это премьер-министр. Заголовок. Уважение к частной жизни находится под серьезной угрозой. Приводится параграф закона 102, перевод. Каждый имеет право на уважение его частной семейной жизни, его жилища и его общения. Обыск дома не допускается, за исключением уголовных дел. Созданные системы отслеживания идут очень далеко в направлении нарушения как личной неприкосновенности, так и конфиденциальности. Но это не обнадежит так, что те же самые меры могут быть приняты раньше, чем мы об этом узнаем. Но имеется в виду опуски и прочее. А поскольку действует запрет на собрание и демонстрации, нам даже не разрешается выступать против него. Заголовок. Невыносимое насилие против личности. Параграф 113 закона. Вмешательство властей в отношении личности должно иметь юридическую основу. Когда власти приказывают нам носить маски и держаться на расстоянии одного метра, это серьезное посягательство на нашу личную свободу, не разрешенное никаким законом. Это нарушение конфиденциальности и нашей неприкосновенности. Это нарушает многие аспекты человеческого существа, такие как близость, социальные контакты, интимность. Ни с одной объективной оценкой медицинских специалистов нельзя утверждать, что в настоящее время у нас серьезная вспышка. Это означает, что игнорирование правительством Конституции со ссылкой на законы о инфекционных заболеваниях является незаконным и неконституционным. То есть предполагается, что нарушение закона правительством параграфа 1-3 определения, что такое инфицированный человек. Таким образом, Эрна Сульберг должна быть уволена и передана в Верховный суд. Мы не вернем свободу и нормальную жизнь без боя. Священные коровы, которые должны быть зарезаны, это демократия, как мы ее знаем, личная свобода, национальное право на самоопределение. Вместо этого у нас будет диктатура корпорации, общество цифрового наблюдения, 4-я промышленная революция и т.д. Глобальное чрезвычайное положение, введенное COVID-19, в качестве предлога отменило все нормальные демократические процедуры и большую часть нормальных межличностных отслежений в пользу диктаторских сил. Тем, кто неуязвим, следует позволить немедленно вернуться к нормальной жизни. Все должны практиковать простые меры гигиены, такие как мытье рук и пребывание дома во время болезни, чтобы снизить порог коллективного иммунитета. Школы и университеты должны быть открыты для личного обучения. Следует возобновить досуг, например, спорт. Молодые люди из группы низкого риска должны работать в обычном режиме, а не вдали от дома, наоборот, не вдали от школы или там, где они обучаются. То есть дистанционное обучение имеется в виду. Должны открыться рестораны и другие предприятия. Следует возобновить искусство, музыку, спорт и другие культурные мероприятия. Узика, Узикович. Примерно вот так. Ну и фотография соответствующая, то есть знак протеста. Вот девушка срывает с себя маску. На норвежку она, кстати, не похожа. Наверное, это из российских взято СМИ. Между строк кроется трудная правда. Предприятия разоряются. Работа будет потеряна навсегда. Некоторые отрасли никогда не вернутся в нормальное русло. Я боюсь за будущее всех своих коллег и конкурентов. Я злюсь, когда вижу, что антикризисный пакет принимается после того, как принимается антикризисный момент. То есть один за одним. В то время как мы, в конце концов, имеем запрет на питание. Получаем только хлеб и воду. Чтобы усугубить, не обида, но рано, что ли, скады. Правительство предоставляет налоги, налоговые годы для самых богатых. То есть облегчить вот участь. Как в России там какие-то послабления на кредиты в банках даются и так далее. Но вот здесь вот к этому вопросу вот такое вот как бы выражение существует. Вот что пишет ТВ Норланд. И на ТИОНН английское или норвежеское слово не совсем понятно. Государственный бюджет правительства Сульберга на 21-й год имеет неприятный четкий профиль. Больше для тех, у кого больше всего. Это та же политика, которую проводят в большинстве стран. Зачастую с использованием чисто полицейских методов. И тут еще и вот комментарии пошли. Да, и упоминается как раз и медицинская подготовка к коронавирусу. Основная причина, по которой у Норвегии не было выбора, кроме как закрыться, вероятно заключалась в отсутствии базовой готовности оборудования и лекарств для борьбы с пандемией. Выяснилось, что в больницах не было даже базового оборудования для инфекционного контроля. Во вторник полиция Осло выпустила пресс-релиз, в котором написала, что будет обеспечивать соблюдение порядка использования гигиенических, но не прокладок, а именно вот повязок народ. Здесь вообще у них путаница, там они сами с собой договориться не могут. Здесь вот полиция грозит штрафом до 22 тысяч крон. Они говорят, что мы не будем собственные патрули, как бы для этого делать, но все равно мы будем следить за тем, чтобы люди выполняли приказ. Так что может кому-нибудь прийти потом извещение, что он оштрафован на 22 тысячи, это 176 тысяч рублей за то, что ты попался без маски. Ну и дальше здесь идет обсуждение, то есть рутер используется где-то здесь компания, которая занимается перевозком людей, транспорт вообще, то есть трамваи, автобусы и прочее. Вот рутер. Они говорят, что мы не будем выселять, вытаскивать, выталкивать людей или запрещать им ходить в транспорт, потому что им нужно ездить. А полиция настаивает на своем и говорит, что об очевидных неоднократных нарушениях закона порядка использованных гигиенических салфеток и штрафы могут быть высокими. Ранее за нарушение правил инфекционного контроля полагалось штрафы в размере от 5 до 22 тысяч норвежских крон. Это статья за сентябрь 2020 года. Смотрите, если раньше было от 5 тысяч крон, сейчас до 22, потому что пошла вторая волна вливании, и просто ужесточается мерзость. Мы надеемся, что этого приказа достаточно и что у нас есть контроль, что она также хорошо выполняется полицией. Если нет, то карательная реакция должна быть усилена, сказал тогда Стин. Усика Осикович, я надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Можно бесконечно сидеть и искать подобные статьи, какие конфликты случаются сейчас и так далее. Но я думаю, что это достаточно. Спасибо за комментарии. Всем пока.